Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Дмитрий Бараковских. Тема моего доклада «Эжекторная струйная мельница с внешним давлением». Струйный помол является перспективным способом получения тонкодисперсных материалов и применяется во многих отраслях промышленности, где важную роль занимает качество готового продукта. Данный вид оборудования использует энергию сжатого газа для разгона и измельчения частиц. Измельчение происходит в малом объеме с высокой концентрацией энергии, что является преимуществом для механической активации материалов. Использование ударных эжекторных струйных мельниц и противоточных струйных мельниц не получилось широкого распространения из-за абразивного износа разгонного аппарата и ограниченной концентрации материала. В последних работах по данной теме представлены исследования по оптимизации сопла и разгонной трубки с целью увеличения скорости частиц при относительно низкой расходной концентрации материала для данного типа мельниц. Цель нашей работы – увеличить расходную концентрацию измельчаемого материала и скорость частиц в эжекторной струйной мельнице. Измельчение материала в эжекторных струйных мельницах происходит в результате удара частица преграду или за счет столкновения двух встречных потоков частиц. Степень измельчения материала определяется скоростью разгона частиц, а удельные затраты энергии зависят от расходной концентрации материала, которая определяется отношением к представленным на слайде. Известно, что увеличение концентрации материала позволяет повысить производительность и снизить удельные затраты энергии. Увеличить скорость разгона и расходную концентрацию возможно повышением давления в начале разгонной трубки. Из газовой динамики известно, что максимальное давление в конце камеры смешения, то есть в начале разгонной трубки, определяется зависимостью, представленной на слайде. Для эжекторных струйных мельниц начальный участок разгонной трубки является камерой смешения, поэтому основной геометрический параметр эжектора альфа находится из следующего уравнения. В типовых эжекторных струйных мельницах давление эжектируемого газа P2 равно атмосферному давлению PA, как показано на схеме. Поэтому давление P3 в начале разгонной трубки в соответствии с представленной выше формулой ограничено и обычно не превышает 2,5 атмосферы. Увеличение давления в начале разгонной трубки за счет увеличения основного геометрического параметра эжектора и давление эжектирующего газа перед соплом P1 невозможно вследствие запирания эжектора. Для повышения давления в начале разгонной трубки разработан способ патент RF 2711252, при котором эжектирование осуществляется при внешнем давлении эжектируемого газа выше атмосферного давления, как показано на схеме. При этом отношение давлений перед соплом и снаружи сопла должно быть больше критического для обеспечения сверхзвуковой скорости газа на выходе из сопла, то есть должно выполняться условие, указанное на слайде. В таблице приведены расчеты давлений в начале разгонной трубки для типовой эжекторной струйной мельницы P3 и эжекторной струйной мельницы с внешним давлением P'3 при давлении эжектирующего газа 7 атмосфер. Из представленных данных следует, что при одинаковом давлении рабочего газа перед соплом в новой мельнице давление в начале разгонной трубки почти в два раза больше, чем в типовой струйной мельнице. Для реализации рассмотренного способа разработана установка эжекторной струйной мельницы с внешним давлением патент РФ 2711252. Схема установки представлена на слайде. Проведены сравнительные испытания мельницы новой конструкции и типовой эжекторной мельницы. Для помола использовались два материала. Кварцевый песок со средним размером частиц 280 мкм и полевой шпат со средним размером частиц 180 мкм. Гранулометрические составы материалов после одного цикла измельчения приведены в таблице. Как следует из представленных данных, использование эжекторной струйной мельницы с внешним давлением позволило увеличить степень измельчения кварцевого песка в 1,7 раза и полевого шпата в 1,3 раза по сравнению с типовой эжекторной струйной мельницей. Режимные параметры мельниц для одного цикла измельчения кварцевого песка и полевого шпата приведены в таблице на слайде. Из представленных данных следует, что расходная концентрация в эжекторной струйной мельнице с внешним давлением в 1,6 раза больше при помоле кварцевого песка и в 1,9 раза больше при помоле полевого шпата по сравнению с эжекторной струйной мельницей. Также были проведены эксперименты, при которых была увеличена расходная концентрация в эжекторной струйной мельнице с внешним давлением по сравнению с типовой эжекторной струйной мельницей в 3 раза при измельчении кварцевого песка и в 4 раза при измельчении полевого шпата. При этом получились достаточно близкие степени измельчения материала у данных мельниц. Спасибо за внимание!